привет дорогие друзья я всех приветствую в канаде недавно вам показал пуховики а сейчас я вам буду показывать настоящую канадскую обувь которая является так сказать самой главной обуви у нас зимой она некрасивая сразу скажу те кто ищет модель и красоту моду и стиль это не про это это про удобство про тепло и про то как чувствовать себя безопасно на скользкой заснеженной улице ну давайте начнем вот пожалуйста самый типичный экземпляр канадской обуви на на зиму этого такая вот вот такой сапог значит он может выдерживать температуру до минус 30 градусов или 22 фаренгейта видите сделан в канаде это не китайское производство это сделано в канаде и это на самом деле так что же это за бренд arctic tracks честно говоря я никогда про него не слышала но наверное это не самое вообще хочу сказать что она довольно дешевая на стоит 100 долларов ну чтобы вы понимали это дешево для зимней обуви в канаде значит подошву во первых подошва девочки сами самое главное в обуви зимней это подошва она должна быть вот такая вот ребристая очень толстая и очень надежная крепкая вот этот низ сделан из резины и вверх сделан из баллоневой ткани которая не промокает внутри сделан мех искусственный конечно же мех но он по крайней мере защищает от холода я вам хочу сказать что находиться на на скользкой заснеженные улицы на каблуках это не то удовольствие которое человек хочет испытать и который человек хочет попробовать значит другой бренд вот этот я точно знаю это пред называется кугор я знаю эту компанию они видите немножко подороже они стоят 130 долларов потому что хотя они коротенькие но это более такая раскрученная известная компания при этом ну вот видите она немножко рассчитана на температуру 24 градуса и немножко менее она как бы ну на мой взгляд хотя высокие сапоги не всегда удобно иногда когда вы например хотите носить брюки или какую-то одежду скажем какие-то спортивные брюки то короткие сапожки даже удобнее значит то же самое подошва абсолютно надежная не скользкая и не пропускающая не снег не дождь ничего я прошу простить меня за мои ногти не самые лучшие не самые свежие ногти я иду салон через два дня и прошу простить меня мой голос я немножко простыла поэтому говорю в нос перед со мной годом как удачно история моей жизни ну вернемся к ботинкам значит здесь мех искусственный столько сделал снаружи а внутри видите такая вот типа прокладки такой фланель но тем не менее тоже резиновый низ и вот такой вот из такой водонепроницаемой тканей сделан как бы вверх сапога я пытаюсь понять где они произведены здесь написано что они водонепроницаемые и я не вижу странный производитель многие из них производится в в канаде не знаю может быть не обязательно эти подъемы в канаде ну и суть тоже такого же типа сапоги компания elements 110 долларов и на них еще есть 30 процентов скидка тот же самый фасон тот же самый дизайн тоже минус 30 градусов тоже водонепроницаемые и та же самая идея как и вот во всех этих остальных сапогах ну и это конечно моднячьи сапожки тоже между прочим водонепроницаемые рассчитаны на минус 20 градусов ну это уже как бы больше про стиль мы знаем что сейчас такие сапоги в моде но благодаря вот этому вот вот этому вот верху они тоже водонепроницаемые из них такой легкий небольшой мех внутри и вот вы видите в том ряду в следующем там просто вот ряды и ряды и ряды вот этих сапог их очень много разных вариантов вот с таким носочком внутри тоже мех небольшой но у всех у них одинаковая идея эта компания north the north face это не канадская компания но тоже известная компания своими теплыми куртками свои хорошие теплые обуви вот такой вот баллоневый коротенький сапожок тоже с хорошей такой с хорошей подошвой который на которой вы не поскользнетесь но видите они коротенькие сколько они стоят 170 долларов north face это дорогая компания вот здесь у них мех у них баллоне ну в общем давайте посмотрим еще что у них есть еще вот такой вариант эта компания называется камик стоит они 160 долларов тоже 20 градусов тоже сделаны в канаде вот написано что-то сделано в канаде тоже водонепроницаемые вот здесь даже написано на самом ботинке ну в общем вы понимаете да что вот идея такая здесь прям столько всяких и характеристик значит я вам скажу так я сама очень люблю каблуки очень люблю красивую модельную обувь если вы меня смотрите вы знаете вот тоже это компания камик все это сделано в канаде производство канады если это написано значит она действительно сделана в канаде и кто не будет писать что это сделано в канаде если это сделано где на другом месте так вот я хочу вам сказать что я очень люблю красивую модельную обувь очень люблю каблуки очень люблю изящную элегантную обувь но жить в канаде и не иметь такой пары обуви а то и нескольких пар это конечно абсолютно невозможно потому что очень часто зимой это единственная обувь которую вы можете носить даже передвигаясь в машине я вам хочу сказать что иногда не всегда когда снег когда все замерзши не всегда все парковки почищены посыпаны солью и очищены от снега и льда и иногда приезжаю на работу и выхожу из машины и просто выхожу на каток то есть вот я паркую машину на парковке возле работы выхожу из машины и там каток из льда понимаете и вот на каблуках конечно это уже картина корова корова на льду что называется которые которые разъезжают расползаются ноги поэтому у меня конечно есть такая обувь я знаю как бы если я могу надеть такие ботинки взять с собой какие-то красивые сапоги на работе переодеть и красивый красивый такой вот ходить значит эта компания columbia тоже нет не канадская но вот 145 долларов стоит весят господи стоит вот такие вот коротенькие кроссовки типа такая обувь это известная компания есть у них куртки есть у них пуховики тоже начались написано что ли 200 грамм какая-то защита 200 грамм чего не знаю я не очень поняла но тоже значит водонепроницаемый но при этом дышащие и я не знаю где они сделаны я не знаю где делают компанию north face свои свою обувь потому что то что сделано в канаде написано что сделано в канаде вот тоже колумбия колумбия много их много ботинок колумбия я сейчас пытаюсь найти эти много их довольно много и они не дешевые потому что колумбия дорогая компания вот такие вот сапоги стоят 145 долларов ботинки здесь белый колумбия 165 всем кто будет мне писать девочки какой родства какой родства я не спорю это некрасиво вот это вообще резиновый такой практически сапог сейчас поищем я хочу найти именно канадскую у нас есть еще одна компания которая очень известна и популярна сейчас поищем так вот я искала вот это вот компания это компания суры это тоже канадская компания они тоже не дешевые стоят 160 долларов причем видите написано что они водонепроницаемые и замшевые замшевые ботинки то есть вот здесь сделано замша и она водонепроницаемые низ такой вот из из тоже резины внутри мех нету никаких бумажек а есть вот здесь написано ну где сделано что сделано непонятно здесь как-то вот мне интересно по моему сары сары тоже делают канаде насколько я знаю хотя может я ошибаюсь да знаете что мы что нет потому что если вот делать канаде то об этом города пишет большим буквами на всех на всех этикетках чтобы никто не сомневался но тем не менее компания сары очень известная очень хорошая компания и них есть тоже какие-то какие-то лаборатории которые именно вот занимаются тем что разрабатывают такую подошву которая не которая не скользит вот это подошва подошва я думаю что господи девочки я все время у меня есть один единственный достаток я говорю неправильно ставлю тари не правильно в слове подошва я всё время как мне хочется сказать подошва я уже тут многим объясняла на канале что это ныне мои белорусские корни наверно так говорили в беларуси но я не уверена я не знаю почему от меня даже люди отписывают и говорят вы такаяốiтак интеллигентная речь только интеллигентно они правильно стоять ударение я 20 пишусь и вот правду я никого поэтому я все время путаюсь и вселен пытаюсь первый пац comptазать правильно на иногда меня меня у меня снимут я говорю не провели подошва, 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 правильно говорить, подошва, господи боже мой, короче, короче, в компании Сорель существует целая лаборатория, которая занимается разработкой подошвы, чтобы она не скользила, понимаете, вот такие вот, вот такие вот ботинки, вот смотрите, например, вот этот ботинок стоит 215 долларов, и они все замшевы, но при этом они водонепроницаемые, как это возможно, я сама не понимаю, но если написано, что это водонепроницаемое, поверьте, она действительно будет водонепроницаемой, все время пытаюсь найти, где их делают, давайте я сейчас засуну свой нос внутрь, может быть, здесь где-то внутри написано, мне просто интересно, а, сделано в Китае, ну вот, видите-ка, самые дорогие вот это делать в Китае, ну, я думаю, что делают и хорошо, иначе бы их не продавали за такие деньги, потому что репутация в Канаде имеет очень большое значение, если окажется, что эти ботинки не стоят того, за сколько их продают, их просто никто не будет покупать, поэтому даже сделанные в Китае, они, в принципе, я думаю, что сделаны на совести, сделаны качественно, сделаны хорошо, хотя, конечно, я бы предпочла купить что-то, что сделано в Канаде, ну, вот такой я патриот, не то, что патриот, но просто мы здесь живем, мы здесь платим налоги, и развитие бизнеса канадского, это входит в наши интересы, в интересы и меня, и моей семьи, так, значит, что у нас здесь, 180 долларов, компания Мерел, никогда не слышала, не знаю, что за компания, даже не знаю, если она канадская, вот опять, очень много Колумбии, вот этот Камик, Камик, это канадская, точно, пойдемте еще посмотрим, что здесь, ну, Тимберленд, Тимберленд, это тоже не канадская компания, но это очень известный бренд, видите, он тоже водонепроницаемый, простите, я прервалась, мне позвонил телефон, я забыла, на чем я остановилась, может быть, это будет сейчас странным продолжением, не совсем в тему, я хочу вам показать, что точно такая же обувь продается мужская, это не только для женщин, мужчины тоже боятся поскользнуться, мужчины тоже должны убирать снег возле дома и должны находиться в какой-то обуви, или просто там для прогулок, или для каких-то там действий на улице зимой, это тоже вот тот самый Сурен, который, как оказывается, сделают в Китае, 165 долларов, а я вспомнила, я вам говорила, что про репутацию, что если обувь окажется плохая, никто не будет их покупать, и они потеряют свою, никто не будет оплатить такие деньги за их ботинки, если они делаются в Китае, то я думаю, что качество у них все равно неплохое, значит, минус 30 градусов одежда, это мужская обувь уже, мы уже ставим возле мужской, это камик, 170 долларов, ну вот такие вот ботинки, они фактически, в принципе, даже и неплохо выглядят, то есть для мальчиков то же самое, есть то же самое, и для детей, конечно же, и для, ну, абсолютно для любых возрастов, да, я начала говорить о том, что девочки, которые мне будут писать, и они будут правы, что эта обувь ужасная, некрасивая, и, оля, там я еще не была, с той стороны, что эта обувь ужасно некрасивая, она ужасно, ужасная, кстати, это акс, уги, по-нашему акс, вы правы, она некрасивая, ну, как и с пуховиками, так и с такой обувью, знаете, переломать руки и ноги в красивой обуви на скользкой улице, это совершенно не нужно никому, лучше ходить немножко некрасивой, но при этом остаться с целыми руками, ногами, а то еще с головой, сейчас, значит, это акс, как вы видите, вот есть, мы все привыкли, что акс, это вот такие уги, я не знаю, я пытаюсь говорить, как, может быть, многие из моих зрителей привыкли, вот, классические, классические уги, ну, они есть и вот такие, видите, это та же компания, стоят они 300 долларов, ну, видите, они вот есть вот такие вот, не только замшевые, а есть вот такие же вот водонепроницаемые, кожаные, тоже вот с хорошей подошвой, которая не скользит, и даже я бы сказала, что где-то они красивые, вот беленький сапожек такой, снегурочка, прям снегурочка, вот эти стоят 200, 200, ну, 195, 300, странно, и те 300, почему такие, а, знаете, может, я думаю, что это натуральный мех, а это искусственный мех, поэтому они дешевле, давайте я посмотрю, ну, это не особенно важно, но, сейчас, нет, знаете, у них тоже искусственный мех, поэтому я не знаю, в чем причина их стоимости, ну, я уже вам как-то говорила, что цены образования в магазинах всегда приводят меня в некоторое недоумение, с какого перепугу они вообще ставят эти цены, ну, и вот такие вот, сколько у нас стоят аги, буги, 200 долларов, вот обычные классические акс, ботиночки высокие, сапожки, стоят 200 долларов, я вам хочу сказать, да, вот есть такие покороче, они тоже стоят 200, и вот такие совсем коротенькие, они стоят 175, и вот такие совсем коротенькие, ну, я не знаю, сколько они стоят, я вам хочу сказать, что, да, это, ну, по-разному люди к ним относятся, считается, что они уродуют ногу, уродуют все, но не всегда, знаете, иногда хочется быть немножко уродливой, 250, дорогие-то, что я говорю, я говорю, что иногда не хочется быть просто вот, ну, вот это новое, видите, пластиковый чехол такой, а внутри мне, ну, это для того, чтобы они не промокали, они стоят 200 долларов, а вот эти, конечно, на слякоть они не очень, вот такие вот, а вот эти на слякоть в самый разный, так что я хочу, так что я говорю, вот это тоже, я говорю, что не всегда нужно быть с иголочки красивой, а иногда хочется быть в удобстве, в тепле, и, честно говоря, у меня есть нилги, но похожая компания, пара таких сапог, потому что я лично считаю, что 200 долларов отдавать вот за такие сапоги, это просто разорение, совершенно никому не нужно, но, боже мой, какие они удобные, как в них удобно, как в них тепло, я даже не ношу внутрь носок, потому что вот этот мех, он такой классный, он такой мягкий, в общем, они классные, вот такого типа ботинки, ну, несмотря на то, что они как бы не особо уродуют ногу, ну, и пускай, иногда им можно походить с уродливыми ногами, давайте я им немножко подсластю эту пилюлю, этих ужасных некрасивых, уродских, уродских ботинок и сапог, потому что на носу праздники, и, конечно, вот такая вот обувь тоже присутствует в наших магазинах, особенно она присутствует перед Рождеством, вот это так прямо даже очень изящный, 120 долларов, Винскому-то известная тоже компания, это уже все не канадская, ну, вот такой закос под этих вот, под Джимми Чу, под Джимми Чу, да, я путаю, не помню название вот этих вот, Керри Брэдшоу Пуфель, не Джимми Чу, как же они назывались, и Лабутены, ой, девочки, напишите, меня вот вылетело из головы, сейчас я обрушу им эту полку, я что-то не облокотилась, ну, в общем, вот всякое вот такое вот, чтобы вам немножечко, немножечко, Ай Кенди, как это у нас называется, конфетка для глаз, я понимаю, что такая обувь тоже не всем по вкусу, даже очень многим она не по вкусу, но я вам хочу сказать, что после сапог, которые я вам показывала, я думаю, что вот такие вот ботиночки-посоножки, они немножко, немножко вас порадуют все-таки, потому что, особенно в преддверии праздников, ну, посмотрите, какая прелесть, 100 долларов, целый вертолёт, из этих стразов, ну, вот есть такие спокойненькие, обычные лодочки, Винс Кому-то тоже, хорошая компания, по-моему, это Самши настоящая, я думаю, да, видите, здесь есть картинка, что это настоящая кожа, ну, вот, такие вот туфельки, это уже классические лодочки всякие, на этом я с вами, наверное, буду прощаться, потому что моя идея была в том, чтобы показать вам обувь, которую носят канадцы зимой, на Инвестов, тоже известная компания, американская, правда, удобная, кстати, удобная обувь, закос под Валентина, который уже все, делают все компании, кроме Валентина, уже Валентина не делает такой обувь, они, они сейчас делают такие большие шипы, а вот таких маленьких нет, но закос все еще производят, посмотрите, я, по-моему, показывала вам это, или нет, ну, какая же туфельность, вот, если вы по поводу Нового года волнуетесь, то вот, это вот такая вот туфля, я, правда, не знаю насчет ее удобства, думаю, что, скорее всего, она очень неудобная, а самые удобные туфли, которые у меня были на каблуке, это были туфли компании Иванка Трамп, которая, к сожалению, закрылась, но у меня есть одна пара ее туфель на каблуке, в которых я могу протанцевать всю ночь, и остаться с целыми живыми ногами, вот, ну, вот, посмотрите, какой бантик, встану передерковым, чтобы с вами попрощаться, и чтобы вы посмотрели на, на мое личко, не знаю, хотите посмотреть на мое личко или нет, но, тем не менее, кстати, стою я в детском отделе, и вот вы видите, те же самые ботинки, которые я вам показывала, для детей, вот той же компании СРЛ, стоят они 104, 84, 115, ну, вот такие вот цены у нас на детскую обувь, и такого же типа обувь, как, как и та, что я вам показывала для взрослых, кстати, хочу вам показать, вот, сзади, сзади меня, это полки с обувью, и они практически пустые, то есть, вот, на верхушке стоит примерка, обувь, которая для примера, а под ней стоят коробки с размерами, так вот, размеров ничего нет, уже все раскупили, потому что, детская обувь, зимняя, видите, как пусто, никак не попрощаюсь, я прощаюсь, прощаюсь, никак не попрощаюсь, это даже не зимняя, это вообще резиновые сапоги, тоже, по-моему, сареловские, да, нет, бокс, другая компания, и вот они, все раскуплены, размеров ничего нет, и вот, допустим, потому что дети, для детей, это вообще самая первая обувь, которую в Канаде для детей покупают, потому что никакой другой им не надо, им не нужны красивые, им не нужны каблуки, а вот такая в самый раз, все, буду прощаться уже со всем окончательно, всем привет из Канады, всех люблю, целую, пока-пока-бай! Субтитры сделал DimaTorzok